В эфире программа «Итоги недели» и ее ведущая Ольга Солонгина. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите более 16 миллиардов рублей. Такова сумма расходов краевой столицы в следующем году. Депутаты Барнаульской гордумы во втором чтении приняли проект бюджета на 2021 год. По возможности мы все такие социальные направления учли и постарались, чтобы бюджетное финансирование в этом направлении увеличилось. А по ночам ей снятся кошмары. Она боится не успеть помочь. Съемочная группа «Катунь-24» провела один день с фельдшером скорой помощи. Как бы это же не хорошо, что пациенту плохо, а ты там, нет. То, что не про это речь, про то, что ты нужен был в данный момент, и ты смог ему помочь. Серая дымка, запах гари в воздухе. Барнаульцы на этой неделе жили в режиме черного неба. На фоне сформировавшегося антициклона, что является абсолютно характерным для зимнего холодного периода, у нас отмечается рост концентрации загрязняющих веществ. На этой неделе бесплатных лекарств от коронавируса дождались пациенты, проходящие лечение на дому. Напомню, на закупку медикаментов по Алтайскому краю из федеральной казны выделили 87 миллионов рублей. Также разработано сразу несколько схем лечения инфекции в зависимости от тяжести заболевания. Пациент, который находится на дому, и он вызывает к себе врача или бригаду неотложной помощи. Соответственно, бригада, она уже должна быть укомплектована разными наборами препаратов. И в зависимости от того, какая степень тяжести у пациента, уже обеспечить его этими препаратами на дому. Для того, чтобы пациент никуда не ходил, он мог изолироваться, находиться дома, при этом получать лекарственные препараты. Но есть пациенты, которые все равно с клиникой РВИ, они приходят в поликлинику, они идут через фильтры бокса, через инфекционные приемы. В этом случае, тогда, если он обратился, ему действительно поставили клинический диагноз ковида, он получит препараты в поликлинике. Между тем, в социальных сетях продолжают бить тревогу. В аптеках не хватает противовирусных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ и ковид-19. Впрочем, власти Алтайского края уверяют, острого дефицита нет, а проблему с маркировкой лекарств, из-за чего партии медикаментов оставались на складе и не шли в реализацию, наконец-то удалось решить. Глеб Полянский продолжит тему. По словам дистрибьюторов, лекарства не могли ввести в оборот из-за сбоев в системе маркировки и мониторинга движения лекарственных средств. Ее ввели в Россию в июле этого года. Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но в аптечную сеть, в клиники и больницы они поступить не могут. В дело пришлось вмешаться правительству страны. В апреле этого года мы приняли ряд решений по упрощению многих процедур, в том числе по регистрации медицинских изделий и лекарств. Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год. Соответственно, до 1 января 2022 года. Ситуацию комментируют фармкомпании и дистрибьюторы. Так, производитель одного из самых назначаемых противовирусных препаратов «Арбидола» сообщил о многократном увеличении производства. Это должно повысить доступность препарата для потребителей. Важность поставок определяется еще и тем, что «Арбидол» входит в рекомендации Минздрава по профилактике и лечению COVID-19. Как на дому, так и в стационаре. Решения, принятые на самом высоком уровне, позволят без лишних бюрократических ограничений обеспечивать аптечную сеть и пациентов жизненно важными лекарственными препаратами. Кроме того, никто не отменял и покупок в интернете. Противовирусный «Арбидол» наряду с другими препаратами доступен для заказа в онлайн-аптеках. Глеб Поленский, новости. По ночам ей снятся кошмары, ведь она боится не успеть помочь. Моя коллега Анастасия Меньшакова провела один день с фельдшером скорой помощи и поразилась, насколько тяжел труд врача. С менофельдшера Анастасии Калмаковой начинается в 8 утра. Все нужные лекарства уже в чемоданчике. Кардиометр заряжен. Бригада скорой медицинской помощи готова ехать на вызов. Мы знаем только повод. Человеку плохо, либо это температура, либо это какие-то боли в груди. А что там именно может быть? Бывает так, человек звонит в скорую помощь, рассказывает свои жалобы. И рассказывает жалобы, которые у него были там, 4-х дневной давности, 3-х летней давности и так далее. Бывает все. Первый вызов. У пациента симптомы коронавирусной инфекции. В таких случаях фельдшеры надевают защитные костюмы. Анастасия говорит, бывало, что проводили в них всю смену. Настя, расскажи вообще, как часто тебе приходится за смену костюм защитный надевать? Как часто? Очень часто. Практически вызов через вызов. То есть чаще всего же сейчас у нас температуры. Это у нас, когда пациент задыхается. За три года работы на станции скорой помощи Анастасия не сталкивалась с такой колоссальной нагрузкой, как в период пандемии COVID-19. Во время первой волны не успевали заехать на станцию. Вызов шел один за другим. Бабуль, вот сюда нужно. Голову, голову аккуратней, голову аккуратней. Чтобы выслушать жалобы пациента и оказать первую помощь, требуется около 30 минут. Если нужно направить на госпитализацию, вызов займет час. Сейчас у бригады около 20 вызовов в сутки. Обязательно все нужно обработать, все поверхности, все это обрабатывается. Где находился больной, с чем он соприкасался. Костюм рассчитан на три часа работы. После каждого вызова его обрабатывают, как и салон автомобиля. Если бригада едет с пациентом, у которого уже подтверждена коронавирусная инфекция, костюм утилизируется. Это все утилизируется в специальные пакеты, предназначенные для таких отходов. Это потенциально опасно. Для Анастасии один из главных страхов – не успеть помочь. Порой ей снятся кошмары. Не так давно приснился сон, что приехали на вызов. Там был очень тяжелый дедушка. Мы его спасали, спасали. Там везли с мигалками по всему городу. Просто наутро просыпаюсь в холодном поту вся. Думаю, что это… Ну, тяжелый действительно, переживаю не столько. Завершив вызов, бригада сообщает об этом по рации диспетчеру. В этот раз новая заявка от него пришла через минуту. Поэтому Анастасия сразу едет к больному. Обед обычно случается очень по-разному. Ну, например? Ну, например, когда пик вот этот был, температура еще в больных мы, бывает, кушали и в 4, и в 5 вечера, обедали. Помогать тяжелому пациенту – большое испытание для врача. Есть риск принять все близко к сердцу. Бывало ли так, что, возвращаясь домой после смены, ты плакала? Бывало. Ну, потому что я не смогла помочь пациенту. За смену прошедшую я кому-то, к сожалению, бывает так, что кому-то помогаешь, а кому-то нет. Ну, и было так, что я не спасла пациента. Пациенты бывают и понимающие, и встречающие фельдшера с криками. Это обидно. Но Анастасия говорит, боль быстро проходит, когда концентрируешься на задаче помочь больному. Дали вызов, мы поехали сразу. Как только вызов поступил, он находится у диспетчера. Как только освобождается бригада, этот вызов идет к этой бригаде. Дальше мы едем сразу. То есть, как бы, задержка-то вызова, она не потому, что долго едет бригада, а потому, что вызов просто некому отдать. Ну, хотя бы пообследовать и сделать рентген, посмотрим. Посмотрят по рентгену, что дальше делать. Если ты осознаешь, что ты действительно был нужен пациенту, то я не знаю, как описать это чувство, но оно такое очень приятное, что ли, что ты действительно нужен был человеку в определенный период времени. Как бы, это же не хорошо, что пациенту плохо, а ты там, то, что не про это речь, про то, что ты нужен был в данный момент, и ты смог ему помочь. Работать в скорой помощи тяжело, даже если у тебя большая зарплата. Сюда нужно приходить с любовью к людям и профессии. Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов, Сергей Балуев. Новости. Помогать, спасать чьи-то жизни, удел сильных, добрых душой людей – это особый дар. Сострадать, ничего не требуя взамен. На этой неделе во всем мире отметили День волонтера. В этом году именно на плечи волонтеров легла непростая задача – быть на передовой, рискуя своим здоровьем. Они все это время доставляют продукты, вещи. В гостях программы «Итоги недели» побывал Никита Федюнин, руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества. Никита, 5 числа, как вы знаете, Всемирный день волонтеров отмечается. Конечно, интересно, как работает волонтерское движение на территории Алтайского края. Что это сегодня? Уже сформированная серьезная структура или вы на самом начале пути? Расскажите, пожалуйста. На самом деле история добровольческого движения на территории Алтайского края, она насчитывает уже много лет. Вот в этом году она отмечает десятилетие своего существования именно как такая большая система. На сегодняшний день в регионе действует порядка 100 тысяч добровольцев, больше 100 тысяч. Сейчас мы как раз подводим анализ, сколько за этот год у нас прибавилось, так сказать, последователей. А сколько прибавилось за этот год? Мы ожидаем, что в районе 130 тысяч мы получим итоговую цифру. То есть каждый год по, ну так скажем так, геометрической прогрессии растет количество граждан, которые вовлечены в эту деятельность. Более 900 добровольческих объединений действуют сейчас на территории региона. Это именно, если говорить о добровольческих отрядах. А можно уточнить, вот вы говорите 900 подразделений добровольческих, 900, они как-то различаются, судя по всему, по направленности, над чем работают или как? Да, есть отряды, которые охватывают несколько направлений деятельности, например, это какие-то вузовские волонтерские центры, которые могут заниматься и экологическим добровольчеством, и социальным, и событийным. Есть узконаправленные отряды, например, движение Лиза Алерт, которые занимаются поиском пропавших людей. Это Всероссийский студенческий корпус спасателей, которые занимаются именно в волонтеровственной сфере ЧАЭС. То есть каждый отряд имеет определенную фишку, определенную изюминку. Кто-то старается делать по чуть-чуть в каждом направлении, кто-то выбирает какое-то одно, и по нему максимально плотно работает. Но каждое объединение в этом плане уникально. Почти у всех есть какие-то уникальные акции, уникальные проекты, которые они реализуют по своим направлениям добровольческой деятельности. Наверное, есть какой-то моральный аспект, да, вот вопрос. Такое большое количество людей. А какой возрастной ценз? Кто те люди, которые просто по велению сердца готовы идти в лес, в горы, искать человека ночами, не спать, оставлять свой бизнес, наверное, да? Вот кто эти люди? Это молодые люди или разные? Вы знаете… По большей части, конечно, это молодежь, но что здесь примечательно? 2020 год, он изменил карту возрастной ценз как раз-таки волонтеров, потому что в условиях пандемии очень много граждан, даже работающих, которые сейчас уже не входят в категорию молодежь, уже далеко давно не студенты, они все равно объединились вокруг волонтерского сообщества. И когда мы проводили статистику по акции «Мы вместе», а это на сегодняшний день, наверное, одно из самых актуальных направлений добровольческого движения, мы поняли, что порядка 30% волонтеров этой акции – это люди, которые раньше никогда не занимались добровольческой деятельностью и не являются студентами, школьниками и так далее. Там вообще по акции возрастной ценз от 18 лет, и 30% из них – это люди, которые работают, это юристы, адвокаты. То есть у нас есть примеры, когда человек, будучи адвокатом, на своей машине доставлял продукты питания, либо доставлял врачей. То есть у нас таких примеров в этой акции появилось много. Но по большей части, конечно, это молодежь и пенсионеры очень активные. Хотела добавить, здесь, на территории Барнаула, есть водитель, по-моему, если я не ошибаюсь, который после смены возит врачей, педиатров. Да, есть такой водитель и есть еще коллеги. На самом деле очень приятно, что в такие минуты и в сложных ситуациях, которые возникают в России, на протяжении всей истории России, всегда появляются люди, очень много людей. Вы сказали, что стало гораздо больше волонтеров именно не молодежи, студентов, а людей занятых, которые сегодня стремятся помогать, потому что действительно очень многие люди оказались в очень тяжелой ситуации. Скажите, как вы вообще в этом году справляетесь со всеми задачами? Наверное, какие-то приходится обучающие мастер-классы проводить для того, чтобы люди понимали, как оказывать помощь. Ведь тут же есть много нюансов в момент пандемии. Как передать продукты тому же пожилому человеку, чтобы не контактировать с ним и прочее. Как вы живете в этой ситуации? Здесь стоит отметить, что… Опять же, некая доля риска есть на вас, как и на медиках. Конечно. Здесь стоит отметить, что, конечно, система, которая все это время выстраивалась в Алтайском крае, она создала очень такой хороший фундамент для того, чтобы, когда этот вызов произошел, мы смогли оперативно на него ответить. Благодаря тем наработкам, которые были, мы, например, смогли в рекордный срок развернуть муниципальные волонтерские штабы, как раз которые направлены на помощь в ситуации пандемии. За три дня мы развернули их во всех 69 районах края. Благодаря той системе, тем наработкам, которые у нас уже были. Конечно, определенные сложности есть. И главное вызовы, что, в принципе, добровольчество – это же всегда больше про душевный порыв. Мы говорим, в первую очередь, о том, что это такая эмоциональная составляющая. А здесь было важно мобилизовать ресурс. И все-таки, так как это определенная, действительно, доля риска, подвести его под некий стандарт. То есть, если это волонтеры, помогающие пожилым людям, они должны обладать определенными знаниями. Они должны обладать навыками, они должны быть экипированы. И самое главное – сами защищены, чтобы не превратить вот в такую ситуацию, когда мы создаем дополнительные риски. И в этой связи мы… Экипировку где берете? Экипировку мы привлекали партнеров. Мы привлекали партнеров и спонсоров, которые помогли нам эту экипировку изготовить. Очень много вообще представителей бизнеса откликнулись, в принципе, на помощь волонтерским штабам. И, конечно, с нашими федеральными партнерами мы плотно работаем в этой связи. Они разработали с нашими корректировками, с участием регионов, образовательные курсы для волонтеров. Они доступны сейчас в открытом доступе для любого гражданина. Это платформа Добро-Университет, Университет социальных наук. Любой гражданин может зайти, ознакомиться с курсами, как противодействовать коронавирусной инфекции, как защитить себя. Ну а для волонтеров есть отдельные разделы, как правильно как раз-таки взаимодействовать с людьми, соблюдать социальную дистанцию. Как сделать так, чтобы не сам человек не заразился в условиях своей деятельности и не стал переносчиком. Мы соблюдаем все меры бесконтактной доставки. То есть у нас волонтеры не заходят в дома, они оставляют удаленные посылки, бесконтактно проводится оплата. То есть в этом ключе, конечно, нам потребовалось наладить вот эти алгоритмы и механизмы. И здесь вот эта система, опять-таки, то, что есть ресурсный центр добровольства, где работают все-таки профессионалы, в первую очередь, уже не рядовые добровольцы, скажем так, это существенно помогло с этим справиться, скажем так. Скажите, чем отличается профессионал-доброволец, волонтер от непрофессионал? Интересная вот эта тема, кстати. Да, мы как подразделяется это сейчас. Вот, например, если мы говорим о некоммерческой организации, то это уже все-таки такое профессиональное добровольство, когда человек открывает юридическое лицо и занимается добровольством на, скажем так, ну, как своей уже части такой второй работы, может быть, первой работы. Это люди, которые проходят специальное обучение, сейчас внедряются во многих образовательных организациях высшего образования. Это вузовское обучение сейчас… Платное или бесплатное? Ну, как поступит человек. А, то есть можно поступить на курсы волонтеров? Не совсем курсы волонтеров, сейчас в курсы государственного муниципального управления, организации работы с молодежью, в такие направления добавляются блоки как раз по взаимодействию с добровольцами. И мы, как Центр поддержки добровольчества, участвовали даже в разработке таких блоков для наших учреждений высшего образования. То есть мы участвовали в разработке, сейчас это постепенно добавляется, и вот этих людей как раз мы уже приглашаем на работу в организации, которые добровольство поддерживает, выстраивает эту систему и так далее. Ну и плюс опыт, безусловно, важен опыт реальной работы. Никита, давайте уточним для зрителя, для нашего. Вы говорите, работа, образование, обучение, очень много времени на это. Это бесплатная абсолютно деятельность. Я права? У волонтеров? У волонтеров, да. Но для того, чтобы волонтеры могли получать сервисы, могли получать поддержку своей деятельности, создаются организации, которые для этого, ну, под это заточены. Это как раз ресурсные центры поддержки добровольчества. Они созданы сейчас в 84 регионах страны, и наш регион, не исключение, у нас ресурсный центр тоже создан и функционирует. И там как раз уже работают ответственные сотрудники, чья задача – вот разрабатывать эти алгоритмы, задача создавать вот эти дополнительные сервисы, договариваться с бизнесом, договариваться с партнерами, чтобы волонтеру было комфортно работать. Чтобы появлялись финансы для того, чтобы работать. Деньги-то все равно нужны. Всегда все равно нужны, конечно, средства. Одежда, да. Не на все справедливости ради. И многое можно сделать без финансового. Но иногда бывает, даже вот элементарно возьмем акцию «Мы вместе», волонтеров нужно доставлять к благополучателям. Нужны какие-то автомобили, например, бензин для тех же автоволонтеров, которые выделяют свое время, выделяют свой автомобиль, но мы хотели бы их поддержать. Нужен бензин, мы ищем им спонсорам. Вот это вот уже задача поддерживающих организаций. Но не контроль. Вот это очень важно, что мы не осуществляем вот это какой-то такой функции, что это должно быть так. Мы здесь скорее предоставлены добровольцам как то, куда можно обратиться. Как посредники. Как посредники, либо как организация, куда можно обратиться за помощью, за консультацией. То есть если вот человек сегодня вдруг решил, что, наверное, надо себя посвятить людям. Ну, бывает же такое вдруг, душевный порыв, и ему есть куда идти. Идти к вам и спросить, а чем я могу помочь. А чем я могу помочь. А у меня есть вот такой проект, я бы хотел его запустить. Как-то вот можно поучаствовать в грантовом конкурсе. Мы поможем доработать проект. То есть люди этому обучены, они могут помочь оформить грантовую заявку. Или там человеку нужно отчитаться за грант. Наша бухгалтерия может помочь с точки зрения юридического соблюдения аспектов. Вот такие сервисы мы предоставляем. Никита, скажите, а вот всё так благостно, всё так здорово. Скажите, а нюансы бывают? Бывает негатив? Может быть, ваш адрес волонтёров? Со стороны тех, кому вы пытаетесь помогать? Негатив бывает. Были нюансы в этом году неприятные? Со стороны именно благополучателей тоже, к сожалению, это всё ещё у нас бывает. Во-первых, конечно, люди не всегда готовы поверить, что это вот прям безвозмездная помощь. Особенно было много сложности, когда мы реализовывали проект «Продуктовая помощь». В рамках этого проекта мы доставляли 28 тысяч бесплатных продуктовых наборов нуждающимся категориям. И люди иногда реагируют на это настороженно, иногда негативно. Иногда возникают ситуации, когда мы, например, привезли продуктовый набор, а он выдаётся один раз. А потом начинают звонить, везите мне ещё. Вот такое вот. То есть иногда бывает такое, что люди не всегда у нас, к сожалению, пока готовы доверять. Но мы уверены, что это изменится, уже положительный тренд наблюдается. Много благодарностей мы получили гораздо больше, чем негативных. Это хорошо. Письма пишут или как благодарят? Письма пишут, видео записывают, звонят потом. То есть много. Вот это, конечно, очень поддержало и ребят в том числе в такой ситуации. Ну в этой работе на самом деле это самое главное. Спасибо вам огромное за работу, Никита. С праздником. Спасибо. Вот вам лишь один пример. Житель Барнаула по собственной инициативе в свободное от работы время возит на вызовы детских врачей. Этот сюжет уже был в нашем эфире, но я сознательно хочу его показать вам ещё раз в праздник всех волонтёров мира. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем на геотические часы. 45. Так начинается очередной вызов для барнаульского автоволонтёра Алексея Бектимирова. Ему 44 года. Родился в Барнауле, долгое время жил с семьёй в Мурманске, потом вернулся на малую родину. Сейчас трудится в охранном предприятии. После ночных дежурств другой бы на сутки отправился отдыхать. Но Алексей с утра пораньше уже подъезжает к поликлинике. Я приезжаю, забираю здесь врача с этой поликлиники, педиатра Елену Геннадьевну, и мы едем на солнечную поляну по вызовам. Там дети, младенцы, ещё кто. Я как водитель. Где-то, по-моему, реклама прошла, мы вместе. Вот, и я подал свои данные. То бишь, у меня получается, что когда первая вспышка была, я не смог ездить, а машина была сломана, а на вторую откликнулся. С педиатром Еленой Сисковой Алексей Бектимиров в день выезжает на несколько вызовов. Врач должен посещать больных детей на дому. Участок большой, пешком успеть ко всем пациентам вовремя нереально. Особенно актуальна помощь автоволонтёров сейчас, в пандемию, когда весь имеющийся в распоряжении медучреждений автопарк занят оперативной работой на передовой борьбы с коронавирусом. Такая помощь нужна нам, она очень нам с помощью, потому что ходить приходится очень много, вызовов много. Ну, спасибо Алексею. Он каждый день приезжает, когда свободен от работы. Штаб волонтёрской акции «Мы вместе» открылся 26 марта. В Алтайском крае работают более 200 волонтёров. В основном это студенты медицинского и других вузов. Они помогают медикам в поликлиниках и стационарах. Средний возраст автоволонтёров старше 30. Это взрослые люди, готовые пожертвовать свободным временем и общением с семьями ради общего благого дела. Благодаря поддержке акции со стороны властей, автоволонтёрам компенсируют затраты на топливо. Это у нас при поддержке Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов. Мы выдаём транспортные карты, где автоволонтёр может заправиться бесплатно, то есть по этой топливной карте. Конечно, мы тоже рассчитываем, сколько у нас автоволонтёр примерно проехал по часам и, соответственно, примерно, сколько он должен тогда заправиться. Чтобы стать волонтёром акции «Мы вместе», нужно зарегистрироваться на сайте добро.ру и подать заявку. После этого с вами свяжутся координаторы регионального штаба. Говорят, друзья познаются в беде, а в сложные исторические периоды свои лучшие качества обычно проявляют по-настоящему благородные люди. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Доходы бюджета города на 2021 год составят более 15,5 миллиардов рублей. Расходы превысят 16 миллиардов. Дополнительное финансирование направят на увеличение фонда оплаты труда бюджетников, питания школьников, доплаты педагогам за классное руководство, обеспечение жильём молодых семей, инвалидов и ветеранов войны. Также в бюджете предусмотрены средства на приобретение пристройки к бывшему кинотеатру «Родина» для размещения городского планетария. Увеличился на 2 миллиарда 82 миллиона. Это достаточно такая большая цифра, что радует. Ну и в основном, конечно, это увеличилось за счёт бюджетов вышестоящих. Это межбюджетные трансферты. По возможности мы все такие социальные направления учли и постарались, чтобы бюджетное финансирование в этом направлении увеличилось. В Алтайском крае изменили систему ковидных выплат. Теперь они не будут зависеть от средней заработной платы и вообще перестанут быть частью зарплаты медиков. Причём к этим выплатам не будет иметь отношение Минздрав. Деньги будут начисляться фондом социального страхования. Сумма выплат составит от 600 до 3380 рублей за одну нормативную смену в зависимости от квалификации персонала. Старший, средний или младший. И место работы. Выплачивать деньги будут ежемесячно. Всего в регионе 223 организации, где сотрудникам положены дополнительные выплаты за месяц. Сюда входят и частные клиники, работающие с ковидными больными. Теперь при начислениях будут учитываться совместительства. Медработники будут получать больше. Медицинская организация определит количество нормосмен и в течение 10 рабочих дней передаст фонд социального страхования электронный реестр сведений в отношении каждого работника. Раз выплата изменила свой статус, стала социальной выплатой, то к срокам выплаты заработной платы она теперь не привязана. Больше 300 сирот Алтайского края получили в этом году новые квартиры. Одну из них вместе с новоселами на этой неделе посетил заместитель председателя правительства региона Виталий Снесель. Встреча получилась на редкость теплой. Неудивительно, ведь собственное жилье одна из самых главных составляющих для счастливой жизни. За новоселов порадовался и мы коллега Глеб Полянский. Сироты это по определению люди со сложной судьбой и государство стремится помочь им начать взрослую жизнь. А лучший фундамент для этого – собственное жилье в новом доме, построенном по современным технологиям, таком как этот. В доме по адресу Диповская 46 в Новоалтайске для сирот приобрели 10 квартир. Здание выполнено из кирпича и соответствует актуальным требованиям по теплотехнике. Квартиры студии здесь теплые и комфортные, с просторными лоджиями и чистовой отделкой. В этом году нами уже предоставлено более 300 жилых помещений. Значит, контракты заключены на 305 жилых помещений. Но мы должны здесь еще отметить такой нюанс, что в рамках федерального соглашения приобретенные квартиры текущего года мы должны предоставить гражданам до 1 апреля следующего года. Это условия федерального соглашения. Поэтому часть квартир, которые предоставлены в начале этого года, они были приобретены в 2019 году. Среди тех, кто в этом году получил ключи от первого в жизни собственного жилья, студентка третьего курса Алтайского педагогического университета Юлия Немытышева. Девушка учится на логопеда и очень рада, что наконец дождалась переезда в свою квартиру. Что было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Проблема была в том, что по закону детям-сиротам жилье выдается после 18 лет по достижению. Но мне уже на настоящий момент 23 года, и поэтому мне пришлось обратиться за помощью в суд, чтобы получить свое жилье. Ежегодно на обеспечение жильем сирот из федерального бюджета Алтайскому краю выделяют значительные средства. Регион вносит и свою лепту. Однако рыночные цены таковы, что далеко не всегда удается оперативно приобрести жилье. А очередь на предоставление квартир немаленькая – более 5000 человек. Краевые власти прилагают усилия, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Губернатором края принято решение при формировании бюджета уже 20-го года. И сейчас принято уже при формировании 21-го постоянное увеличение нашей доли на эти затраты. У нас субъект получил уже осенью порядка 700 миллионов рублей. И мы, конечно, в оперативном режиме пытаемся всю субсидию отработать. Это, соответственно, конечно, предусматривает и нашу составляющую. Заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь пожелал Юлии как можно скорее обустроить новое жилье, окончить университет и обзавестись семьей. Тем более, что для этого теперь есть все условия. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Наказание на этой неделе настигло барнаульских антимасочников. Напомню, акция прошла в краевой столице 26 октября. На пересечении улиц Взлетные и Попова недовольные масочным режимом горожане устроили скандал в трамвае. Из вагона их удалось вывезти только на ряду полицейских. Между тем, маски порой нам нужны не только для того, чтобы защититься от вируса, но и от городской грязи. На этой неделе жители Барнаула несколько дней наблюдали густую дымку и запах гари в воздухе. В городе был установлен так называемый режим черного неба. Почему воздух грязный, разбиралась Софья Житина. Серое небо, запах гари в воздухе, туман, из-за которого не видно зданий из окна. Это признаки так называемого режима черного неба. Специалисты утверждают, термин научного закрепления не имеет. Его ввели в обиход жители городов с неблагоприятными метеоусловиями. Периодически такой режим вводится в Красноярске. У нас же в крае явление практически уникально. На фоне сформировавшегося антициклона, что является абсолютно характерным для зимнего холодного периода, у нас отмечается рост концентрации загрязняющих веществ. Те концентрации, которые определялись за вчерашний день, за сегодняшний день, мы должны отметить, что нет таких значений, которые позволили бы оценить уровень загрязнения как высокий, как очень высокий. Эксперты отмечают, показатели для взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и сажи, несколько дней подряд были действительно повышены. Однако для здоровья людей, по их словам, никакой опасности в этом нет. При превышениях до двух ПДК значительных последствий для здоровья, как правило, не отмечаются. У нас были концентрации гораздо выше, чем те, которые отмечаются сейчас. А вот по словам врачей, опасность все-таки есть. Во время смога могут сильно пострадать органы дыхания. Все ухудшается, в первую очередь, из-за раздражителей, которые находятся в том самом смоге. Они выступают в качестве эритантов, они провоцируют кашель даже у здорового человека. И вплоть до того, что они обусловливают состояние повышенной, способствуют развитию эритативных бронхитов, которые могут стать входными воротами для более серьезных уже бактериальных или вирусных инфекций, которые сегодня актуальны. Как оказалось, защитные маски и самоизоляция – спасение не только от коронавируса, но и от черного неба. Эксперты обещают, что смог рассеяться к концу этой недели с приходом антициклона. Софья Житина, Сергей Балуев, Новости. Поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля – таково требование городских автоперевозчиков. С петицией владельцы автопарков обратились к главе города. Главная причина такого требования – огромные убытки транспортных компаний в период пандемии. Транспортники апеллируют к цифрам. Пассажиропоток за последние месяцы сократился почти вдвое. Льготники и пенсионеры находятся дома на самоизоляции и практически не ездят на автобусах. Школьники и часть предприятий работают в удаленном режиме. Опасаясь банкротства, транспортные компании убеждают Вячеслава Франка, как можно быстрее поднять тариф. Напомню, еще в сентябре на заседании Координационного совета по оценообразованию было одобрено решение поднять стоимость проезда до 26 рублей в автобусах и 28 в маршрутках. Но увеличение цен на проезд так и не случилось. Тогда этот вопрос отложили до конца года. Первый в России чемпионат по производству молочной продукции прошел в Алтайском крае. Как правильно пастеризовать молоко, как сделать качественный сыр, выяснял мой коллега Константин Ганов. Международный колледж сыроделия впервые в стране проводит пилотный или презентационный чемпионат по компетенции производства молочных продуктов. Это значит, что до барнаульцев в России никто по этой профессии соревнований по стандартам WorldSkills не проводил. Мы первые. Запланированы в ближайшее время подобные площадки организовать в Краснодарском крае, в Республике Мордовии. Вот тогда, когда там организуют и тоже уже проведут соревнования, тогда уже можно проводить межрегиональные соревнования. Пока мы единственные в России, имеем такую площадку и проводим данный чемпионат. Это значит, что те, кто победит в этом чемпионате, автоматически становятся чемпионами России? Да, все верно. Для первого в стране чемпионата WorldSkills по производству молочной продукции специально из Мордовии пригласили пока единственного за Уралом корневого эксперта по этой компетенции. По техническому оснащению здесь имеется все для реализации данного модуля производства сыра. То есть этот модуль полностью от начала до конечного продукта, полностью по инфраструктурному листу, который был задан, он в принципе реализован. Данил, расскажите, что здесь сейчас происходит? Мы пастеризуем молоко в сародельной ванне. А что в это время происходит с молоком? Это нагрев молока для удаления патогенной микрофлоры. А если этого не сделать, какой получится сыр? Сыр получится с пороками. Я надеюсь, меня заметят специалисты, хорошие специалисты, и я пойду дальше работать. Вверх по карьерной лестнице. Всего в чемпионате принимают участие 6 конкурсантов из Бийска, Рубцовска и Барнаула. Их действительно было кому заметить. В этот же день в конференц-зале колледжа проходил круглый стол с участием ведущих производителей сыра региона. Тема – потенциал движения WorldSkills Russia как способ повышения качества подготовки специалистов. Мы напомнили о конкурсе «Журналист меняет профессию» как еще одном способе реализации этого потенциала. Современная молодежь воспитана на рекламе. Они думают, что, будучи блогерами, тиктокерами, могут хорошо зарабатывать. Они не подозревают, что может быть увлекательно, интересно и денежно быть тем же технологом. Журналисты обучения рабочим профессиям воспринимают как приключения и подают как приключения. Практика на ваших предприятиях может быть показана как приключение интересное для ваших будущих молодых специалистов. Тем более нас поддерживает фонд президентских грантов. Приятно, когда наш регион в чем-то первый, но нам есть куда развиваться. Константин Ганов, Роман Хайрулин, новости. Кстати, первые мы не только в сыроварении. Именно на Алтае живут самые талантливые артисты, художники, музыканты. Мои коллеги познакомились с семьей гармонистов из Белокурихи. Самый младший член семьи взял в руки гармонию уже в полтора года. С семейным ансамблем познакомилась Софья Житина. Музыка Самый младший гармонист в семье Онищенко начал заниматься музыкой с полутора лет. Сейчас Михаилу восемь. Он учится в восьмом классе. Однако, рассказывает нотной грамотой, до сих пор не владеет. Мне нравится заниматься музыкой. Я подбираю все на слух. Вот уже шесть лет играют на гармонии и брат с сестрой Михаила. Петру тринадцать лет, Анне четырнадцать. Они мечтают связать с музыкой всю свою жизнь. В этом направлении и ведут активную работу. Пишут сольный альбом. Папа в деревне, когда косил траву, жаврон поднимался и пил. Он мне об этом рассказал. Я это представил. Ну и вот написал музыку. Я не хожу в музыкальную школу. Я сам пишу музыку. Я самородок, самоучка. Участники ансамбля проводят мастер-классы для всех желающих. Научиться играть на гармоне, баяне или аккордеоне, по их словам, конечно, нелегко, но вполне реально. Это женщина, который от деда достался аккордеон. Она хотела научиться играть на баяне, на гармонии и обратилась с этим ко мне. Быстро начала схватывать азы и то, что я ей говорила. Также частично я ее научила нотной грамоте. И на третьем занятии она у меня уже сыграла полностью произведение. Хоть короткое, но сыграла. У Нины и Валерия Онищенко все детство связано с музыкальными инструментами. Рассказывают, их родители тоже играли на гармонии. Поэтому для них так важно было эту традицию воплотить и в своих детях. Пока у нас есть своя история, культура, самобытность русского, советского народа, нам никакие санкции не страшны. Традиции и совсем не коммерция. Любовь к родному краю, музыке и людям. Вот что вдохновляет семью. Онищенко надеются, что их сольный альбом пробудет эти чувства и в остальных. Софья Житина, Алексей Михайлов. Новости. Такое увидели эту неделю я и мои коллеги, журналисты телеканала Катунь-24. А я прощаюсь с вами. До следующих выходных.